Здравствуйте, ребята! Я поменял вебку, кстати, забыл сказать, ребята. Ну, объектив поменял, теперь я на полтинник. Сегодня так постримим. Скажите, достаточно комфортно? Я что-то... Я сейчас поменял и думаю, бля, как же близко, да? Я даже немножко отвык, блядь. Я, кстати, посмотрите, что ещё сделал сейчас. Подожди. Теперь можно. Слушай, а ты на стрим к ДК идёшь? Да, иду на стрим к ДК. А ты идёшь? Да, я тоже иду. Ну, пошли тогда. Импровизация, сценки, ребята, всё вообще. Смотрите, если вертеть, мне кажется, что ебало вообще какой-то кривой. Смотри. Блядь, сука, ужас нахуй. Я сейчас сидел реально, когда стрим настраивал, крутил вот так вот. Думаю, пиздец, урод ёбаный просто. Кто тебя с таким ебалом родил кривым, блядь? А, ну да, сделал объявление по поводу режиссёров и нашёл режиссёра, но не благодаря объявлению, конечно, там через знакомых появился, есть чувачок, который неплохо снимает. Попробуем поработать. Но у меня лежат уже проекты, которые... И он занят до августа, ребята, блядь. Это самая большая проблема. Он только в августе освободится. Вот не знаю, клип, который вот этот по приколу я должен снимать, наверное, в августе буду снимать. Посмотрим. До этого момента, блядь, я хотел просто ещё стримы. У меня есть два стрима таких запарных, которые надо будет уже делать. То, что я немножко подзаебал. Ну, я говорил уже, что я хотел стримы делать. Какие-то запарные на несколько камер и так далее. Я хочу, наверное, уже вот-вот сделать. Во-первых, аукцион, я помню, что будем делать. Аукцион, да, уже пора, блядь. Ну, это надо просто, понимаете, технически сложно немножко сделать. Хочется красиво, чтобы было всё. Бомбово. Надеюсь, не обосрусь. Бля, надо будет... Я вот, знаете, что думаю? Может быть, реально аукцион? Пока вот пока ещё тема не остыла. Всё равно можно же контент из этого высосать. Может быть, реально замутим аукцион на канал Артёма Графа? Я так думал насчёт него вот пару дней. Это самая интересная история, которую можно из него сделать. То есть, с коммерческой точки зрения, я с него особо не заработаю пока что. Хотя интеграции можно делать. Ну, какие интеграции? Вы сами понимаете. Там только приходят такие сомнительные. Ну, мои перезаливеры делают. Интеграции, я видел, доставки шмоток, какие-то там ключи. Но, надеюсь, что это не наёб, естественно. То есть, я думаю, они думают... Ну, они проверяли, надеюсь, эту историю. Но у меня нет времени... О, спасибо большое за подписки. Блядь, мне не показалось, кто. Наёб? Ну, я пруфов особо... Но если скинете мне пруфы, конечно, дадим пропиздон. Вообще базару нет. Но я думаю, не наёб уж. Так вот, да, там особо с интеграцией не заработаешь. И, наверное, самое интересное, самое логичное, что можно с канала сделать, даже в минус, так скажем, денег, которые мы в него вложили, аукцион. Просто позвать 5-6 человек, которые при деньгах. Хесус там хотел, Дисса хотел, братишки, но можно подключить. У меня кончились идеи на них. Ну, надо ещё подумать, кого. И сделать какой-нибудь масштабный на стриме у себя аукцион на канал. Что-нибудь прикольное. Мне кажется, это интересная идея, если впишутся. Поэтому посмотрим. Ну, начнём там с сотки тысяч. Сто тысяч. И пускай торгуются за каждую копейку. Вообще прикольно будет. А я как-нибудь, не знаю, в судью наряжусь. Или в аукционера как-то. Ну, что-нибудь прикольное можно придумать. А за сколько ты купил? Ну, ребят, за сколько мы купили? За 375 тысяч? Что-то такое, да? 263 тысяч? Да нет, 363. Да-да, 362 тысячи. Да-да-да-да. Нет, 200, нет, бред. Да, короче, если даже я там потеряю. Ну, сотку, две сотки. Ничего страшного. Это как я на стрим в контент. Ну, если ребята не зах... Ну, по-любому они купят дороже, чем 360 тысяч. Ну, если так думать, блядь. Он реально дороже стоит. Вот, если дороже купят, будет интересно. Ну, вообще, блядь, главное потянуть этот контент. Что-нибудь интересное придумать. Какие-нибудь прям баталии, чтобы были. Надо будет всем начать писать. Вдруг согласятся, мне кажется, можно устроить будет. Тем более, деньги-то на канал, по факту, не особо мои. Как бы, не, мы не задоначены, но они же по факту не особо. Так что, ну, короче, не жалко их потерять, так скажем. Поэтому, ладно, придумаем. Я хочу диджей-сет сделать. Час стримить диджей-сет, короче, блядь. Знаете, какой диджей-сет? Со старой музыкой из мобилки. Я хочу в квартиру притащить кучу, ну, взять в аренду кучу светового концерта. Блядь, света для концерта. И чтобы я стоял диджейл прям в квартире, у меня стробоскоп, лучи ебучи, дым машины. Это все в квартире на кухне. Это будет разъем, блядь. Я бы стоял просто вот так вот. Куярил бы с тобой, блядь, у меня все в тайминг вот, наконец-то. Вот такое сделаем. Проебался, не, на этот раз не. Размечтался. Так я это сделаю, в смысле? Просто это надо снять все красиво. Ну, стримить, как-то расставить камеры. Конечно, я это сделаю, это разъебываю. Ты избавился от летающих муравьев? Да. Я не знаю, почему они исчезли. Ну, там, может быть, единицы какие-то остались. Но я вообще, я всю террасу свою как дихлофосом, как граффитист ебучий прошелся. Видимо, хватило. Еще у меня завелся огромный паук на террасе. Вот такой, блядь. Вот такая мразь. Огроменнейшая, блядь. Я думаю, он тоже старается, ну, на наше общее благо. Их всех ловит. Поэтому к нему претензий ноль. Поэтому, да, вроде исчезли, блядь. Удивительно. Кстати, интересно, я смотрел ролик, как этого чувака в маске зовут. Не Нукепа. В общем, чувак в маске разоблачение снимает, который, по-моему, сам рекламировал кого-то. Что-то там такая история была, какого-то инфо-цыгана сам рекламировал. Он очень интересную мысль сказал о том, что, о том, что Алишер, когда отрекся от Арута, это все один большой план у них заскамить всех на монетки очередные вместе с Арутом. Блядь, а вообще неплохие доводы. Я подумал, что да, блядь. Интересно у Гоев прогревать. Бариарти. Ха-ха, какой нахуй. Не, ребят, мне уж, ну, не пять лет, чтобы такое говно смотреть, ребят. С камер, с в-в-в-в-в, я говорю, мне не пять лет, то есть, реально, то есть. Вы, наверное, думаете, я сижу только и смотрю детский сад какой-то, но это неправда, то есть. Ну, то есть, вот, ну вот, ну вот, не обижайтесь. Вот эти охуительные истории про наркотики, ребят, да мне не пять лет, реально, сидеть смотреть эту хуёвину, блядь, говно. Почему так рано? Да потому что... Да тебя ебать не должно. Ну, вот, злого зови, он выкупит хоть за лям. Ну, если ему хочется, пускай выкупает. Но я не хочу его перепродать, я хочу именно контент, понимаете? Вот самый важный для меня контентик. То есть, мне, ну, именно вот в этой ситуации не заработать. Заработать можно интеграциями. Ха-ха. Бля, можно спонсора найти на этот аукцион, на стрим. Да, прикольная идея, блядь. Вот так, вот так можно заработать. Именно с канала неинтересно, чтобы... Это реально неинтересно, если придёт какой-нибудь миллионер и скажет, Давай лям даю, всё, все отказываются, он забирает. Надо, чтобы по чуть-чуть ставки делали, вот прям по чуть-чуть, чтобы мы потянули эту историю. Чтоб контентик был. Ну, в общем, вот так вот. Хорошая идея, да вообще суперская. Просто организовать всё это надо. Завикал строй. Не, пошёл он нахуй, блядь. Да у неё денег нет, блядь. Ха-ха-ха. Он нищиё, блядь. Нихуя себе, 566. Так, внимательно, блядь, внимательно. Привет, Рыжий. У меня скоро ДР. Можешь мне на 5000 написать на листочке убей? Не надо мне пощадку. Нет, пожалуйста. Делай себе татуу. А на сдачу сердечко. Нет, пожалуйста, блядь, нет. Только не это, блин. Я всё сделаю, Ирина Александровна, за 566 рублей, но только не вот этот кринж. Я тебя прошу, пожалуйста, не заставляй меня это делать. Пожалуйста, не надо. Ирина Александровна, давай лучше я тебя поздравлю с днём рождения, вот прям от всей души. С днём рождения. Ха-ха. Ну, пожалуйста, только... Я не хочу, нет. На телефоне. Пальцем? Ну, я попробую, конечно. Ха-ха. Ха-ха. Заебись? Бля, икрат какое-то говно сейчас. Убей у какая-то получилась. Давай ты по очереди поскринишь, потом соедините. Давай, чтобы мне удобно было. Вот раз. Кстати, хорошо написал своим почерком. Не надо. Мне пощады, да? Ужас. Какие слова ещё ужасные. Ужас. Сатанистские, блин. О, неплохо получилось. Ну всё. Кринж сделан. Нет, кто там? Ирина Александровна, спасибо тебе. Кринж не в самой татухе, а что я это буду делать. Вот что прикол-то есть. Нет, ты сама, это твоё дело, чё хочешь себе набивай, никто осуждать не должен вообще. В принципе. Кроме татуировки с пистолетом или ножом в носке. Вот это пол. Вот таких можно гнобить, я считаю. У которых вот на поясе набит, знаете, вот здесь вот пистолет, короче, как будто он за шортами. Или нож, который в носок уходит. Вот за это можно, да, гнобить. Остальное делать, чё хочешь. Или надпись «Любви достойно только мамы». Вот это. Тогда да. Тогда да. А так? А так набивай, чё хочешь. Что это за часами? В интернете для Рижий Кот Часто слушают, как на отвечу малыш В последний раз ждут трансляции А полюбка от неё для мотивации Рижий кот, Рижий кот Ходит в боярство Рижий кот, Рижий кот И всё себя важно В веселых, умных, в глазах Риженгеры Хотел бы дружить с ним, но, увы, не судьбинка Рижий кот, Рижий кот это не россии да какая-то я добрый я самый добрый человек который вы видели вообще в принципе вот подрастете поймете серьезно долбоебы конченными мне нравится эта музыка с ума сейчас ведет да блять ну чё то блять конечно да блять лунная катрина ты конечно лучше бы уроки делала в очереди могу сказать лучше бы уроки уроки и еще раз уроки были сегодня мне приснился сон что ты снимаешь клип но ты там в роли проститута очень в протупеях трусах и шубе сидишь в лимузине так это правда это ночь называется к ребятам играю шлюху конченную у меня блять меломаны вообще мнение меломаны начин у нас алиянина так и делала эту бочку а где я блять а где я иди уроки поделай блять сухан оправдал ник блять понятно нахуй сухан были а я думал чё за пари дурака это сухан были это хуйня какая-то ужас были очень круто получилось но это твое мнение послушай старый кавер альберта кабу на твой тег скоро четыре года как его не с нами это пиздеж или реально он я даже не знал что он это серьезно да вы беда это не россия какая-то наверное я не красивый мальчик не фотка его голос реально пленку вроде взрослый парень но с характером ребенка стараюсь быть по моде но все палят мой прикид бомжа шести лет я курил не лучше я пример реально он блять охуеть он на меня кавер делал статусил я со скинами забухи волшавьем сидел на скорость боялся выйти на район за мои песни группировки объявляли мне джихад я смелая циклоне образованные ну это точно не нейросеть блять он реально кавер на меня делал охуеть при жизни копан кто не достоин жизни я не достоин жизни но я хуй клал я жив я нужен всем как будто лизинг кто не достоин жизни я не достоин жизни прожил такую жизнь как будто это супер тизер не шарик то я уйду без боя попробуй зацени такой вот стайл эмо боя тачки сучки деньги вещи я только в кино палил 20 лет живу как чмо не знаю это нормали ба 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 бам стран с твоих скилла на ней ту 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 рамс я сбегаю ультимейт как ёбаный мошенник пытаюсь наебать себя что будет все пучком ведь моя сучка интуиция кто не достоин жизни я не достоин жизни но я клал я жили а почему я этого раньше не слышал интересен как будто лизинг то не достал зинг да еба даже он ошибок какой лизинг блять да что на жизнь и она хоть не лизе я не достану жизни прожил такую жизнь как будто это супер тизер я не достану жизни я не достану жизни я не достану пропустил вообще хуй знает ну ладно понятно учитывая обстоятельства до его жизни так скажем грустнее звучит кавер ну блять ну приятно сто процентов сто процентов кто это но этот чувак как как я понимаю исполнитель исполнитель но нам большой прям популярности особо не дождался так скажем он упал с балкона не помню года два-три назад что-то такое причем по своей глупости там перелезал пьяный ну там жесть конечно и он трансляции вел и помню после его смерти весь интернет был в его трансляциях четыре года был назад ночью да такая немножко грустная история грустная история а потом после его смерти треки начали очень сильно вирусится у него по моему договор такая сунья и планируешь когда нибудь давать донат читаю и будет сделал ролик под названием дани кашин самый недооцененный музыкант в россии самый хуесос надо в этом видео рассказал почему музыка да не является невероятно качественным и уникальным продуктом я тихий ролик это видео заслой самому дани и его чату на самом деле было безумно приятно блять еще раз ставим про меня вообще-то не надо было сказать почему дали кашу хуесос конченый вот этот ролик такой за год дикий не перестает удивлять и выпускает трек совместку за брайаном мапсом неси любовь мы с группы его по силу он нам безумно понравился и мы решили сделать на него ремейк как вы понимаете будет супер круто присаживайтесь ребята сейчас я сижу ну чтож ребятки всем привет блять да очень тихий я локалист в молодой поп-пам группе вилори а вы сейчас находитесь на канале о котором мы только начали пили контент то сейчас вообще происходит буквально минут я прибавлю все объясню мы решили сделать ремейк на песню дани кашина и макса дебрайана мапса неси любовь думаю многие слышали мы решили все-таки за него взяться потому что я не слышал чё за ебой у них трек вышел интересен стоит обратить внимание что именно формат ремейков они кавер потому что изначально мы подумали блин надо как-то продвигать музыку надо как-то продвигать наше лицо и наверное можно брали песню других чуваков ну можно уже были старались что прикольно но все равно скучно и какая-то фишечка должна все-таки быть именно поэтому мы решили брать какие-то конкретные известные песни и делать на них ремейк брать начнем композицию но делать и не что-то новое интерпретирует так все погнали как давным-давно делал это сам даня мы решили взять песню неси любовь и сделать абсолютно новую композицию с новым настроением и переделанной аранжировкой у нас есть уже существующая готовая песня со своими готовыми текстами аранжировками композициями гармонии в общем за нас все артист продумал мы эту песню берем и переделаем ее под свой лад сама песня вы поняли наверное надеюсь правильно поняли крутится да вы правильно поняли еще вот тут вот тут у клет мотива любовного соответственно любовных каких-то отношений в чем концепция клипа данный макс они жесткие чуваки и они ломают это мы видели и поют любовные сейчас перемотал очень долго тут есть у нас будут просмотры умоляем вас не критика вот реально ролики когда делаешь прям воду срезай как можно бой сейчас такое у всех вот это массовое что я сейчас сказал клиповое мышление реально надо прям суть буквально в двух предложениях рассказывать вот у меня было когда я начал снимать прод байдико шоу где приглашал людей у меня было такое начало где две минуты рассказывает просто люди вешались комментарии где две минуты сижу ну в общем в эту суть в том заключается по это так не делали комментариях мы были лучше вообще не рассказывать лучше чтобы на ходу обидно понимали арандеров какого этого у мистера биста он даже не рассказывает практически он только мы сейчас какаем сика и поехали это баба 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 динамик закончился роль как я посмотрел сразу мы никогда не уэстом они собираются уже написал давил на жалость в целом можно начинать буду скрывать ребятки аранжировку мы уже написали но я думаю будет интересно если мы разберем ее на составляющие элементы и вообще покажем что мы сделали создание на песне как мы препарировали и на дни извратились первое чего хочется начать это конечно же сэмпл который мы нарезали этот сэмпл как раз таки самой песни дани мы решили оставить вот эти вот взрывы ну типа врывы герем каких-то полицейских личный бас но блин он звучит жирно что маска и про даром партию да когда мы сейчас будем разбирать из-за того что песня сама по себе кто оглох извините бля бля кто оглох прошу прощения блин перебивка то есть ударная перебивка в самом треке не себе любовь да не тоже использовал прикол и вот с басом как какой я проебался этому не хватает комбика побольше басику и теперь дать посмотрим как это звучит давай посмотрим с нашим трухи и суда давай посмотрим нравится давайте заценим и по так ну давай ближе к теме уже может результат послушаем пиздец долго так об 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 дарную кепочку о прикольно а а ты чё ты чё ты чё стоять Бля, ну сведение, вот, короче, я же могу критиковать Ну, без обид, надеюсь, там, какую-то критику дать Сведение просто ужас Бля Вообще ужас Она звучит, как демка, которую быстро накидываешь Такую, прям, бля Ну, вот, вообще, идея прикольная, бля Ее бы свести нормально Да-да-да, вот, сведение боевого нормального, да Качество Бля, припев класс А-а-а, нефоры А-а-а, бей В ГТРП Правильно, преследуй нефоров В ГТА, бля Бля, ну вот реально, вот, бля Ну, сведение бы У него вайп, да, такой? Вот реально постпанк или что это? Все, в рай, а нет В конце смерть Наконец-то мы показали вам эту работу Я сам, если честно, в это не верю Это был наш первый опыт в съемках музыкального клипа Вроде вот вышли обычные голодранцы, сняли на коленке А получилось даже более-менее стилево Короче, работа по нашему... Ладно, давайте, закину вам ссылочку Ну, спасибо Мне вообще прикольно Вот, бля, надо было вот подсвести Или кому-нибудь отдать на сведение Чтоб подтянули Потому что водянисто звучит Ребят, закидываем вам Но припев, без шуток, мне понравился Вообще прикольно Переделали Привет, Даня Нужен совет Мак говорит, что я ничего не делаю в жизни Хотя я из кожи вон лезу Как показать ей мои старания? Да ей не надо старания показывать, бро Ей надо результат показывать Ей не надо старания показывать Маме результат нужен Я тоже с мамой собачился, что я нихуя не делаю Хотя я музыкой каждый день занимался По три демки в день писал Ну и электронную музыку писал На промо-диджи выкладывал Поэтому не рассказывай ей вот эту хуйню Не надо, бля Результат надо показать Что-то его, ну Поэтому от этого никуда не сбежать Это твой новый зритель Познакомься Кот какой-нибудь Ебать, хрюндиль Бля, алгорный хрюн, бля Бля, прикольно, бля Бля, и батю красивый, да? Хрюндиль, бля Смешной А у меня во дворе. Грудь под ногами. Не, ну, сделано нормально, просто единственное, что я хочу сказать, но без обид, что я такое тысяча раз слышал. Да, там мука, не мука, три дня дождя, два дня дождя, то есть, как бы, ну, особо такого ничего не услышал сверхинтересного, вот. Ну, звучит хорошо, да, позорник. Картинка рельефная, есть и объемные детальки, волосы, сигары, носы, очки, также буква, рандомный факт. Вес холста ощущается, как наполовину выпитый пакет молока. Нифига себе, блин. А, реально объемно. А это из чего? Из глины какой-то, блин. Прикольно. Мне интересно, а нос у меня вот такой, скажи мне, вот это, ну, мне все нравится, а вот этот нос что-то издевается. Ты можешь мне, как у корейского мальчика, красивый нос делать, а не красные, блин. Что, хочешь сказать, у меня огромный нос? Ну, ладно, красные хотя бы. Да, блин. Прикольно, анимушка. Я Поличка, у меня нет канала в ТГ, я рисую раз в десятилетие. И что, блин? И что нам теперь обосраться? Ла-ла, не буду. Ну, красиво рисуешь, Поличка. Ну, вот раз в десятилетие, это, конечно, проеб жесткий, блин. Это что за хомяк? Не надо мне хомяка на голове, блин. Да, что у меня как куна какого-то рисует, или что это, анимешное, блин? Фури, блин. Ну, Женя красиво нарисовала. О, нихуя себе, блин. Нихуя себе, ну-ка, тише, тише. Тихо, чё? Бля, можно мне отдельно анимацию без Ильи? Вы куда? Вы сделаете? На донаты. Блин, нарисуй мне анимацию, точнее, просто убери Илью. Вот просто, чтобы донат приходил, и там вот я вот так вот. Вот это прикольно, сука, ладно, блин. Ладно, прикольно, блин. Ну, я йобик там, конечно, угар, блин. Потому что, блин, bargельery и ребенок – это просмотрит. Вы даже если играете, я – это правда.